7 февраля в Педагогическом университете Как она начинала карьеру Я родилась в Тарском районе и 25 лет жила там В детстве никогда не мечтала быть журналистом И вообще в принципе не хотела быть корреспондентом И даже в голове такой мысли не было Окончила школу с двумя четверками Всегда была на высоте, занималась спортом Вообще у нас семья спортивная У меня папа мастер спорта по лыжным гонкам Я сама спортсменка И честно говоря только и бредила тем, что я буду когда-то тоже Мы перестали почета Родители мечтали Ну наверное это мечты их не сбылись Что я буду походить на Татьяну Казанкину На олимпийскую чемпионку на длинные дистанции В беге мама хотела, чтобы я была врачом Ни тем, ни другим я не стала Однажды встретив на улице своего педагога Она мне сказала Ну как, Свет, ты работаешь? Ну да, так работаю Ну кем? Ну преподавателем Ну второй класс у меня Ну вот Как-то ну так А ты попробуй на телевидении себя Кроме ГТРК и РТИШ Тогда телевидения не было никакого В принципе То есть Ну антенна 7 появлялась 12 канал Только-только Но по северу Вот работали только мы То есть я была как спецкорб Сомнения какие-то по поводу работы Желания уйти Если вот были у вас такие желания Как вы с ними боролись? Что спасло вас? Нет Вот такого желания вот прям уйти вообще Из журналистики у меня не было Никогда Может быть перейти куда-то Что-то поменять Скажем так Делать свой проект отдельно Ну чтобы вот совсем уйти Нет, такого не было никогда То есть мне хотелось всегда чего-то большего Я, понимаете, достигала какого-то Ну как говоришь Уперся в потолок Не понимаешь, что вырос из коротких штанишек Хочется чего-то больше Надо пробивать этот потолок Ну и сейчас так продолжается Были ли у вас экстренные ситуации на работе? И готовы ли вы рисковать свою жизнь Ради своей же работы? Были опасные ситуации И ну неоднократно Ну понимаете, когда ты работаешь Ты же наверное не задумываешься о том Что вот она возникла сейчас опасная ситуация Приходилось оператора держать на вертолете Когда дверь открылась Он у меня чуть не упал И честно говоря, ну представляете Когда вы летите в воздухе Какой поток идет Не было, ну скажем так, чиновников больших Только пресса То есть два вертолета Отдельный вертолет для журналистов и операторов Когда съемки сверху идут И вот я его держала буквально за ноги То есть я понимала, что если я сейчас его отпущу Он упадет вместе с камерой Ну либо он меня тащит туда Ну вот ребята помогли Это было страшно, правда Какие ваши пять слагаемых успехов Позволили получить спортивную премию Губернатора Омской области По итогам 2017 года Сто процентов упорства Я очень люблю Правда Вот не скрою, трудоволик Пять слагаемых успехов Любовь к спорту Это точно Взаимосвязь с Министерством По физической культуре и спорта Это точно Да, ну вот видите Три назвала, да Наверное Моя спортивная семья вся Это точно Ну и вообще, что я журналист То есть если бы я не была журналистом И наверное не занималась бы Не работала бы в этой сфере В том числе Наверное бы не получила бы Эту премию Губернатора Подразделяется на газетную журналистику На телевидение И на интернет-журналистику Скажите, есть ли какая-то конкуренция Между этими сферами Или мы наоборот тесно сотрудничаем Скажу так Они что-то берут у нас Мы обязательно просматриваем все сайты Информационные Все ленты новостей с утра То есть мы не то чтобы сотрудничаем Мы друг у друга, да, смотрим Но обязательно потом каждый информацию проверяет Мы молодежь смотрим все в ютубе Но они и прибыльны Скажите, вот по-вашему На ваш взгляд Смогут ли блогеры Заменить телевизионные журналисты Пока нет В ближайшее время нет 100% Да Это на самом деле может быть перспектива Об этом говорят очень давно Я вам скажу немножко больше Что у меня дети Я помню, что у меня сын никогда не смотрел телевизор У меня дочь сейчас не смотрит телевизор Да, они все смотрят через интернет В телефон и так далее Но у нас же очень много людей Пенсионного возраста Предпенсионного возраста Тех людей, скажем так, лузеров Которые совершенно даже и молодежь не понимают Как в социальных сетях Или просто там в интернете Находить какую-то информацию И поэтому телевидение будет еще очень долго Людям проще гораздо взять пульт в руку Нажать на кнопку Выбрать нужный канал Они видят лица, которые они знают Лица, которые они каждый день видят и слышат Которым они доверяют Спасибо большое, Светлана Видно было, что сразу Кому интересно, а кому нет Кто задавал много вопросов Честно скажу, я даже на некоторых ребят Обратила внимание Кого бы я, ну, скажем Как шеф-редактор могла бы пригласить К себе на телевидении Кто бы мог бы себя попробовать даже Вообще очень хорошо, что вот такой проект придумали Потому что действительно Где еще Вот студенты Да В различных наших СУЗов ВУЗов Могут пообщаться так с людьми Увидеть их вот так вот За круглым столом Задать необходимые вопросы Понять, что Собственно говоря Все приглашенные такие же люди, как и они И Ну Что они тоже могут всего достичь в жизни Я считаю, что именно благодаря таким встречам Будущие журналисты, которые идут на телевидении Определяют для себя свой путь То есть, когда они общаются с человеком Которые имеют такой опыт Они видят, насколько Ну, плюсы и минусы этой профессии И понимают, что вот это мое Когда я узнал, что приглашенный гость будет журналист Я немножко задумался по этому поводу Потому что, как бы, журналист должен задавать вопросы А не мы вопросы журналисту И было довольно сложно подобрать вопросы Но зато мероприятия такого формата, они очень интересные Очень, вот, я думаю Надо развивать это, популяризировать Чтобы, поскольку диалог на равных Все думают, что журналист там, вот он везде Он такой, что замечательный А я вот там, я студентик всего лишь Но когда вот ставят на равный уровень И ты понимаешь, что это очень интересно И что ты можешь тоже этого добиться Это вот действительно интересно Напомним, что диалог на равных Организован Федеральным агентством молодежи В нашем регионе проект реализуется Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин